Библейский портал экзегет.ру представляет Третья глава второго послания к фессалоникийцам для библейского проекта «Экзегет». В третьей главе Павел переходит к проблемам фессалоникийской общины. Вообще, если в общине есть проблемы, почему с них не начать? Помните, первая глава «Вы молодцы, мы вами хвалимся». Если у вас скорби, то скоро придёт Господь и даст вам отдых и накажет ваших противников. Вторая глава «Но не ждите, что это произойдёт скоро, потому что сначала должно произойти нечто другое, и рассуждение о том, что человек выбирает, откликнуться ли ему на Божий призыв или нет. И только в третью, он говорит, у вас проблемы. Почему бы не начать с проблем? Это явно, если не главный, то, по крайней мере, один из поводов, по которым пишется послание. Да вот потому, что Павел не фиксируется на негативе, мы много раз это замечали, и потому что, исправляя какие-то конкретные проблемы, перекосы, трудности в жизни общин, он не видит в этом самоценности. Ну как, ведите себя хорошо, не пейте, не ругайтесь, и давайте друг другу место уступайте, будьте вежливыми. Но это то, что мы слышим с детского сада, да, как себя хорошо вести, но зачем всё это нужно. Вот он сначала объясняет, как христианин живёт, во что он верит. Потом он смотрит, скажите, а вот в том, что у вас происходит, всё соответствует этому образом? Нет, не всё, значит, надо что-то менять. Но если это было бы простое голое морализаторство, ведите себя хорошо, будьте паиньками. Но на кого это когда действовало? Итак, третья глава. К тому же, братья, и вы молитесь о нас, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как это было и с вами, и чтобы нам избавиться от людей, них тёмных и дурных, ведь вера есть не во всех. То есть, смотрите, когда он говорит, что «я благодарю за вас Бога», он просит молитвы и от них, и это не простая формула вежливости. Для Павла очень важно это общение, в том числе и в молитве, и очень важно, чтобы эта община, которая ему близка, о нём не просто помнила какими-то добрыми словами, но молилась о его жизни. Вот молитва – это такое для Павла деятельное соучастие. Они далеко друг от друга, но молитвы соединяют, и если они молятся о его служении, они в нём соучаствуют, хотя физически они отсутствуют там. «Но верен Господь, Он сбережёт и защитит нас от зла. И насчёт вас мы положились на Господа, ведь вы соблюдаете и будете дальше соблюдать то, что мы вам возвестили. А Господь направит ваши сердца к любви Божьей и к терпению Христову». Ну, то же, что мы видели и раньше, да, то есть, авансом он им говорит, какие они молодцы, и подтверждает, что Господь тот, кто даёт им для этого силы. И вот, наконец, мы переходим к проблемам. Павел переходит. «Объявляем вам, братья, во имя Господа нашего Иисуса Христа, сторонитесь всякого человека, который ведёт себя бесчинно, вопреки тому преданию, которое было передано нами. Вы и сами знаете, что нам следует подражать, а мы не допускали никакого бесчинства, ни у кого не ели мы драмового хлеба, но зенно и ночью надрудились тяжело и старательно, лишь бы не быть кому-нибудь из вас в тягость. И это не от того, что не было у нас таких прав, а чтобы дать вам образец для подражания. «Ещё когда мы были у вас, так и объявили вам, если кто не хочет трудиться, тот пусть и не ест». Бесчинство. Мы сразу думаем, наверное, нарушение каких-то традиций, обычаев. Вообще традиции обычаев только зарождаются. Община только что возникла. А про бесчинство он уточняет только одну вещь – чтобы никто не был дармоедом. И приводит себя в пример, ну, не только себя, он, Силуана и Тимофея упоминают в самом начале послания тех, с кем он путешествует, с кем он вместе основывает эти общины, и подчеркивает, что они работали. То есть, проповедуя Евангелие, они делали это в свободное от работы время. Так, вообще-то, они занимались трудом и зарабатывали. Павел палатки шил, у него было такое ремесло. И оказывается, что бесчинство – это попытка поставить себя над кем-то, попытка жить за чужой счет. Всего лишь. То есть, нарушение какой-то гармонии отношений внутри общины – это худшее, что может быть. Мы слышим, что некоторые ведут себя с вами бесчинно, сами никак не трудятся, но во все вмешиваются. Таких мы призываем и убеждаем именем Господа нашего Иисуса Христа спокойно заняться трудом и есть свой собственный хлеб. Потом вот эти слова апостола Павла «Если кто не хочет трудиться, тот пусть и не ест», будут взяты на вооружение коммунистами, но только они скажут «Кто не работает, тот не ест». Они это скажут в виде утверждения. И они будут решать, кто работает, кто не работает. И наказывать тунеядцев и все такое прочее. А Павел обращается к совести человека. «Кто не хочет трудиться, тот пусть и не ест». То есть человек решает в конечном счете сам. Это не какая-то антиутопия, где людей заставляют определенным образом работать. Он говорит, мы убеждаем спокойно заняться трудом и есть свой собственный хлеб, а мы не требуем. Вот единственное, о чем он говорит в этом послании, как о конкретной проблеме у фессалоникийцев, что нельзя жить за счет другого. Только и всего. Оказывается, это настолько важная проблема, что стоило целое послание, ну, хотя бы главу одну, в третьей главе об этом идет речь, посвятить этой проблеме. А мы как-то об этом часто даже не задумываемся, что, ну, вот мы говорим, у нас капитализм, и так устроен этот мир, что одни работают, другие пользуются их трудами. Нет, абсолютно нет. Мир так не устроен, по крайней мере, для христианина. А вы, братья, без устали творите добро. Если же кто не послушает слов нашего этого послания, обозначьте его особо и не общайтесь с ним, чтобы его пристудить. Но не относитесь к нему как к врагу, а наставляйте как брата. Вот вам разница с этими утопиями коммунистическими, где строится концлагеря для тех, кто не работает, чтобы они работали уже под присмотром охраны. Обозначьте его, не общайтесь с ним, чтобы его пристудить, но наставляйте как брата. Даже вот такой игнор, как это сегодня называется, отказ от общения, служит определенной цели. Пристыдить человека, не уничтожить, не растоптать, не выбросить его из общины. Хотя есть места, где Павел так советует обращаться с какими-то определенными людьми, а всего лишь пристыдить и дать ему задуматься. Вот очень важный принцип христианского отношения. Не тупое терпение, все молча сносить и закрыть рот. Но и не насилие, пусть даже внутри общинное. Вот этого человека мы заставим. Как в армии говорят, не умеешь, научим, не хочешь, заставим. Иногда бывает наоборот, не умеешь, заставим. Что получится, понятно. Вот. Но внушать, как надо себя вести. И если человек окажется бесстыдным, ну, что поделать. Павел не разбирает, кстати, таких эпизодов. Во всяком случае, он нигде не претендует ни на насилие, ни на какое-то административное такое жесткое давление. То есть, вот, я начальник, делает все, как я скажу. Он уговаривает, убеждает. И это может быть самое удивительное в его посланиях. Свою собственную общину, которую он основал. Не то, что он кого-то там далеко. Колоссиным он пишет послание, общине, которое не его. И там он как раз занимается высоким богословием, потому что их не очень хорошо знает. А здесь очень личное, очень теплое послание. И вообще Павел обычно через секретарей писал. Так было принято. А у Павла, кажется, были проблемы со здоровьем. Часто говорят, что со зрением. Хотя, естественно, у нас нет справок медицинских от него. И, возможно, ему было трудно писать. Но он часто делал приписки своей рукой, чтобы передать личный привет. Не просто вот некий текст от Павла, но вот прямо следы его пальцев, которые держали это самое стело, эту застренную палочку. «Я пишу приветствие собственной рукой. Это во всяком послании признак, что оно действительно от меня, Павла. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Вот такое очень личное и теплое прощание с фессалоникийцами, на котором заканчивается второе послание к ним. Так. Аминь. Продолжение следует...